друзья всем привет с вами татьяна на канале секреты жизни на даче значит томатики мы с вами высадили прошло уже 10 12 14 дней томаты прижились или начали зацветать выдали бутоны и начали зацветать в этот момент нам нужно обязательно их подкормить чтобы первые цветочная кисть не опадала сейчас самое время подкормить растения чтобы простимулировать развитие корневой системы и также надземной части листового аппарата это значит нужно сделать после высадки растений в грунт если вы даже положили достаточное количество органики все равно этого мало и томаты надо подкормить именно вот на этой стадии значит можно полить по влажному грунту и опрыскать то есть нужно совмещать корневые подкормки с листовыми опрыскиваниями значит сейчас я полью минеральным удобрением любым какой есть можно комплексным минеральным удобрением можно кальциевой селитрой можно монофосфатом любым 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 удобрением 20 грамм это одна столовая ложка на 10 литров воды по влажному грунту сначала мы польем а потом подкормим по пол-литра или по литру на каждое растение корневую подкормку сделаем и также я сделаю листовую обработку чтобы помочь томатам развить корневую систему хорошо завязать плоды и не дать опадать первой цветочной кисти и развивать дальше следующие нам нужны обязательно подкормки сейчас очень важно не пропустить первую подкормку и корневую и вне корневую вот я буду подкармливать монокалий фосфат это фосфор и калий слабое развитие устраняет корневой системы очень хорошее удобрение буйская быстро растворяется в воде 20 грамм вот как раз в пакетике на 10 литров воды если у кого-то большая расфасовка значит 20 грамм это одна столовая ложка на 10 литров воды и поливаем под корень и опрыскиваем по листу